Всем огромный привет! Я сейчас нахожусь на улице Пятницкая. Это станция метро Новокузнецкая. Вот сама улица. Меня просили показать Москву. Я решила показать именно эту улицу, потому что она совсем не туристическая, хоть и в центре. Но на этой улице можно почувствовать дух старой купеческой Москвы. Раньше на месте этого вестибюля был расположен храм Пороскева Пятница. И в честь нее была названа эта улица Пятницкая. А в 1934 году здесь церковь снесли и построили вестибюль метро станции Новокузнецкая. Я сейчас сначала пройдусь в одну сторону. Конечно, надо смотреть по солнцу. И покажу особо интересные дома. Раньше тут жили купцы. И друг перед другом старались, можно сказать, выпендриться. Есть очень красивое здание. Украинский ресторан. Здесь часто бывают девушки, парни в национальных костюмах. Сотрудники ресторана зазываются. Вот это здание с зеленой крышей, толстовский центр. Здесь когда-то жил Лев Толстой после Крымской войны. Но совсем недолго. Это небольшой музей из трех комнат. Иногда бывают разные мероприятия. Да, совсем непримечательный, скромный домик. Вот один из домов. Я не могу, к сожалению, его снять как-то в полный рост. Потому что улица очень узкая. Здесь одностороннее движение. Я сейчас иду к самому началу улицы. Она начинается от водоотводного канала. И покажу еще кое-что. Вот это вот, то здание, которое не умещалось, оно большое, это дом бывшего колбасного короля Григорьева. Он приехал в Москву и начинал с того, что торговал пирожками. На этом сделал свой первый маленький капитал. Какая очень красивая часовня. Старинная. Я, к сожалению, не помню название. В честь кого и чего она. Тут на этой улице можно видеть очень много кафе. Вот идешь, такие запахи соблазнительные. Кафе и магазины. Перешла на ту сторону, но все равно эту часовню не рассмотреть. Потому что не получится. Такой дворик. Здесь очень много старых церквей во дворах. Еще одна церковь. И тут буквально в каждом дворе есть старые церквушки. Это Черниговский переулок. Впереди уже заканчивается улица. Там Овчинниковская набережная. Я пришла на Овчинниковскую набережную. И хочу показать дом водочного короля Смирнова. Вот он такой стоит на углу. К сожалению, солнце с той стороне, наверное, видео будет темным. Я читала про него, что он занимался благотворительностью. Помогал приютам. Также помогал Московской глазной больнице. И женскому училищу. Виднеется храм Христа Спасителя вдалеке. Ну, прям совсем далеко. А это вот сам водоотводный канал, который когда-то приказала построить Екатерина. Потому что Пятницкую улицу затапливала Москва-река. Но не всегда это помогало. Были случаи, когда улица была все-таки затоплена. Отсюда также виднеется храм Василия Блаженного. И можно пешком дойти до Красной площади. Очень неплохой прогулочный маршрут. Если его начать, например, от конца Пятницкой улицы. То есть это Сверпуховская площадь. И можно пешком дойти до Красной площади. Конечно, по километражу это будет прилично. Но можно будет увидеть старую Москву. А я вернусь на Пятницкую. Пойду по другой стороне. А вот тут Москино. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, был один из первых кинотеатров в Москве. Велосипеды можно взять здесь на прокат. Я надеюсь, меня слышно. А то у меня бывало, что я сниму видео, а меня вообще не слышно. Это видео камера. Он едет для более плавной съемки. В отличие от моей трясочки. Надеюсь, съемка моя не будет слишком корявой. Ресторанчик. Тут еще один купеческий дом. Вот и соседний реставрируется. Но он уже давно закрыт. Наверное, скоро откроется. Вот впереди зеленый дом. Высокий. Ну как, относительно высокий. Вот этот зеленый дом когда-то принадлежал муховщику Гальперину. И даже после революции на первом этаже располагался магазин меха. Дом был построен по проекту Федора Шефтеля. Я сейчас уже на той стороне, где находится музей Толстола. Толстовский центр. Такой здесь уютный садик небольшой. Территория очень маленькая. Здесь всегда разбитые клумбы. Такая очень ухоженная территория. Такой маленький домик. Что было в этом доме, не помню. Я, честно говоря, немного почитала перед тем, как ехать сюда. Но не все запомнила. Согласитесь, что дома все очень красивые, старые. Это, конечно, не шикарный м-центр, где стоят пятизвездочные люксовые отели. Но здесь есть своя прелесть. А вот впереди то украинское петро. Это не кафе, а ресторан, который я показывала. Корчма. Разбуду. Ну, Кузнецкая. Я ее вначале снимала. А это Климентовский переулок. Люди идут по направлению станции метро Третьяковская. Улица Большая Ордынка. Она параллельно Пятницкой. Это храм священно-мученика Климента. И Климентовский переулок, видимо, назван в его честь. Очень красивый забор у этого храма. Сейчас я подойду поближе и покажу решетку. Вот это надо видеть. Очень красиво смотрится. Когда-то там, где написано Daily Market, вдалеке, там был магазин. Назывался Global USA. И там я тратила свои первые заработанные денежки. Помню, купила там пиджак кирпичного цвета с золотыми пуговицами и махровый халат с цветами. Ну, довольно-таки хорошего качества все было. Импортное. И вот, собственно говоря, я хотела показать вот этот дом. Это дом купца Коробкова. Он даже значится больше википедии, как дом Ольги Коробковой и его жены. Потому что после смерти купца он перешел ей по наследству. Можно подумать, что это дом каких-то дворян, но это дом купцов. Потому что вот видите, над большим окном жезл, жезл бога Меркурия. Меркурий — это бог денег. И ни один дворянин ни за что бы такой символ на своем доме не повесил вам. Дом такого интересного лилового цвета в то время это была большая редкость. Таких домов не было такого цвета. Я читала, что вот эти вот женщины над окнами на первом этаже, они очень похожи на хозяйку дома Ольгу. Среди таких домов совершенно обычный домик. Ни купеческие, ни дворянские. Здесь велосипедная дорожка. Вот если идти в ту сторону, сейчас буду идти до конца, то я приду к станции метро Серпуховская, Добрынинская. Здесь раньше была очень узкая улица, пешеходная, я имею в виду. Совсем узкая и с таким неровным асфальтом, по которому тяжело было ходить. А сейчас видите, как расширили пешеходную зону и можно тут гулять. У туристов, как видите, тут нет практически. Вот они больше в той части, начиная от метро Новокузнецкого и в сторону Москворецкого Москворечия. Туристов тут практически нет. В основном местные жители, кто тут работает, живет. Туристы все в основном гуляют, начиная от станции метро Новокузнецкое и идут в сторону Красной площади через мост. и в той части в основном кафе, рестораны, магазины. Здесь, конечно, тоже есть кое-что. Но для тех, кто любит ходить пешком, могу посоветовать такой маршрут. Допустим, по Пятницкой улице дойти до самого конца и перейти на параллельную ей улицу, Большую Ордынку. Там тоже очень красивые старые купеческие дома. Есть на что посмотреть. Вот это дону отстраивали, видимо. Это было трехэтажное, а вот это пенальчик сверху. уже в нашем времени, скорее всего. это бывший дом Владимира Третьякова, доходный дом. Три этажа у него отстроены были уже в современное время. Сейчас это просто жилой дом. Я сейчас попробую, может быть, на Большую Ордынку сверну дворами, если получится. Тут большинство перекрыто все. Не хочется мне идти до Севпуховской площади. Хочется вернуться обратным путем. Другим путем, вернее. В ту сторону, но другим путем. Вот как раз мне попался Большой Ордынский переулок. Я пойду на Большую Ордынку. liche research у страдо с Редактория